Какой запах не любят собаки, чтобы отпугнуть? Существуют запахи, отпугивающие собак. Зная эти ароматы и правила их применения, можно подобрать идеальное средство, чтобы псы не гадили и не портили окружающую территорию. Зачем нужен отпугиватель для собак? Страх – это базовая эмоция, позволяющая выжить. Воздействуя на нее, можно надолго отпугнуть животное. Тогда собачка перестанет агрессивно набрасываться, гадить в ненужных местах, портить имущество и разрушать ландшафтный дизайн. Можно воздействовать на зрение, слух, обоняние или вкус животного. В зависимости от этого отпугивающие устройства делят на следующие виды. Некоторые привычные для людей запахи собакам неприятны. Газовые баллончики, наполнены специальной смесью, при распылении вблизи животного оказывают влияние на зрение и обоняние. Ультразвук – воздействует на слух животного, безопасен для людей. Бывают переносные и стационарные отпугиватели. Переносить с собой можно механически, свисток и электронные устройства. К сведению, стационарные содержат датчик движения, включаются при появлении собаки в зоне действия. Переносные ультразвуковые отпугиватели компактны, удобны в применении. Электрошокер – отпугивают животных при помощи электрического разряда, резкие яркие вспышки света, громкий треск, воздействие на болевые центры. Биологические – влияют на нюх пса, обладают резким запахом. Критерий неприятного запаха. Собаки имеют острый нюх, различают до миллиона разных запахов. Не зря их используют для поиска запрещенных веществ и розыска людей. Пес может учуить запах на расстоянии более одного километра от его источника. Поэтому чувствительный собачий нос гораздо сильнее реагирует на резкие ароматы, чем человеческий. Запахи, раздражающие собак, могут быть естественными, природными или искусственно созданными. Псы плохо реагируют на газообразные летучие эфирные соединения, цитрусовые ароматы, пылевидные вещества, оказывающие разъедающие действия на слизистые оболочки. О нелюбимых природных ароматах. Хоть натуральные ароматы и создала сама природа, некоторые из них вызывают у собак негативную реакцию. Природные запахи растений излучают сами, их не нужно добывать или как-то изменять. Для распространения запаха достаточно просто разложить пахучие овощи, фрукты или другие растения в выбранном месте. Какие натуральные запахи собаки не любят больше всего? Цитрусовые фрукты, острый перец, уксус, спирт, цитрусовые ароматы. Эта категория больше подходит для применения дома. На улице аромат быстро выветривается. Наиболее популярными цитрусовыми запахами являются ароматы апельсины, лимоны, грейпфрута. Последний, кстати, самый едкий и эффективный. Важно, не все животные плохо реагируют на цитрусовые ароматы, некоторые собаки относятся к ним нейтрально. Чтобы убедиться, отпугнут ли цитрус и конкретную собаку, нужно попробовать. Для отпугивания собаки достаточно нарезать фрукты дольками и разложить в нужном месте. Чистить фрукты не стоит, так как кожура тоже является источником пахнущего вещества, распространяющегося по воздуху. Кроме того, можно смазать поверхности соком лимона или магазинным эфирным маслом. Перед нанесением на мебель необходимо развести сок или масло в небольшом количестве воды. Острый перец. Жгучий перец применяют для отпугивания своих и чужих животных на садовом или приусадебном участке, внутри помещений. Его запах достаточно интенсивен, вызывает сильное раздражение слизистых оболочек. Поэтому не рекомендуется использовать данный метод для маленьких щенков или охотничьих пород, ведь их обоняние еще острее. Малышей следует приучать терпеть и ходить в туалет на улице другими методиками. Обрабатывать участок и растения можно двумя способами. Обрызгать листья растений, грядки перцовым отваром, из расчета 1 час. Ложка каенского перца на стакан воды. Разложить измельченные стручки перца по периметру участка, грядок или конкретных зон, куда вход собакам запрещен. Стоит учитывать, что после осадков придется опрыскивать растения заново. Обратите внимание, также можно использовать весь стручок целиком, предварительно завернув его в тонкую хлопчатобумажную ткань и разложив по дому или у подъезда. Если натереть перцем обувь или мебель, у собаки напрочь отобьет желание грызть их и даже подходить к данным предметам. Пахнуть они будут достаточно долго. Уксус и спирт. Применение этих средств менее эффективно. Они маскируют запах, но не избавляют животных от желания повторно метить территорию в том же месте. Кроме того, нашатырный спирт или уксус воняют достаточно сильно и могут вызвать у собаки аллергическую реакцию. Обратите внимание, дышать испарениями этих веществ будут не только животные, но и все домочадцы. При использовании данных средств ими пропитывают тряпочки или ватные тампоны. Затем раскладывают в нужных местах. Искусственные ароматы и бытовая химия. Собаки плохо относятся и к искусственным запахам, созданным химическим путем. Чаще всего питомцы боятся. Бытовой химии, бензина, растворителей, лаков. Спрей маскирует запах животного и отпугивает собак. Парфюмерия, освежители воздуха, дезодоранты и другие средства, которые люди ежедневно используют в быту, могут не нравиться собакам. В зоомагазинах продают специальный спрей, корректирующий негативное поведение животных. Они поглощают запахи питомцев и вызывают их отвращение. Но не все животные реагируют на эти средства должным образом. Заранее предугадать, какой конкретно запах отпугивает собак, невозможно. К сведению, не стоит забывать о давно известном пахучем средстве, которое использовали прошлое поколение. Запах нафталина отпугнет не только собаку, но и защитит от моли. Наиболее агрессивный химикат, вызывающий раздражение собак, корбит кальция. Применять его нужно в строго ограниченном количестве, чтобы не навредить здоровью собаке. Вещество источает достаточно интенсивный запах, который усиливается при смачивании источника. Корбит кальция выделяет щелочные соединения в воздух, что негативно сказывается на растениях и может повредить напольные покрытия. Важно! Ни в коем случае нельзя оставлять корбит кальция в местах, доступных для детей. Вещество может вызвать раздражение кожи и нанести вред здоровью. Как использовать ароматерапию? Перед использованием ароматических веществ в любом виде нужно тщательно очистить поверхность без применения моющих средств, так как мыло и чистящие порошки содержат отдушки и могут перебить запах, применяемый для отпугивания собак. Как отучить собаку гадить при помощи отпугивающих запахов? При использовании натуральных ароматов достаточно разложить пахучие растения. В местах, которые облюбовала псина, синтетические ароматы растворяют в воде в небольших количествах. Этот раствор наносят на поверхности мебели, выливают на газон или моют им пол. Главное не переборщить с количеством вещества, иначе возникает риск сжечь носовые пазухи питомца. Покупные средства обычно выпускаются в виде спреев. Достаточно распылить содержимое баллончика на выбранной территории с расстоянии 30 см. Обновлять отпугивающие средства от собак, чтобы не гадили, необходимо ежедневно до тех пор, пока пес не усвоит, что справлять нужду нужно в другом месте. Как отпугивать собак? Действенные методы. Наиболее эффективно воздействовать на поведение домашнего животного посредством авторитета хозяина. Если пес правильно воспитывался с раннего возраста, он будет слушать и выполнять команды. Если речь идет о чужих собаках, все гораздо сложнее. Но все же есть несколько методик, способных отпугнуть незнакомых собак со своей территории. Вот некоторые советы. Оградить участок высоким забором, понизу натянуть колючую проволоку. Дрессировать собственного пса, при наличии. Лаять при виде чужаков. Использовать отпугивающие ароматы, полив ими территорию или разложив смоченные ватные тампоны по периметру. Установить стационарный ультразвуковой излучатель. Поставить автоматический разбрызгиватель воды. Позвонить в службу отлова собак, если собака бездомная. Важно! Не стоит прикармливать на своей территории незнакомых животных, иначе они станут часто захаживать. Как отвадить собак гадить на газон? Если ситуация повторяется из раза в раз, нужно разобраться в причинах, почему пес облюбовал именно это место. Возможно, у собаки возникли проблемы со здоровьем или стрессовая ситуация. Тогда стоит незамедлительно обратиться к ветеринару. Когда причина в другом, нужно стараться корректировать повадки животного воспитательными мерами. В случае неудачи возникает вопрос, чем отпугнуть собаку, чтобы она не гадила на газон. Можно посадить на данной территории растение с сильным ароматом, жасмин или лаванду. Также эффективно воздействует на собачий нюхчимирица, но она является ядовитой и может представлять реальную угрозу не только животным. На общественных газонах ставят специальные знаки, означающие запрет для выгула собак. Система автоматического полива с разбрызгиванием. Воды тоже поможет отпугнуть незваных гостей. Если установить датчики движения, полив будет включаться при попадании в зону действия потенциального вредителя. Но при этом траты на воду возрастут в разы, и есть риск затопления территории. Как отпугнуть от огорода? Большинство собак приучено писать и ходить по большому на улице. Но они не различают, куда конкретно можно справлять нужду, а где у хозяина растет урожай. Сперва стоит терпеливо объяснять питомцу правила поведения на участке и стараться контролировать его поведение, гладить и хвалить. За послушание и не кричать в случае промашки. Отпугивание понадобится, если собака не усвоила урок. Защитить клумбы и грядки помогут следующие методики. Смена удобрений. Запах некоторых органических соединений может привлекать питомца. Стоит попробовать применить другую смесь. Зачастую для собак привлекательны ароматы крови, костей с остатками мяса и рыбы. Поэтому рекомендуется использовать удобрения растительного происхождения. Применение соды. Дважды в неделю стоит поливать запретные участки содовым раствором, один чашка пищевой соды на один литр воды. Помимо отпугивания собак, сода защитит растения от губительных воздействий вредных веществ, содержащихся в собачьей моче. Посадка растений. Кроме пахучих растений, по периметру защищаемой территории можно посадить колючие кустарники, через которые собакам будет сложно пробраться. Налаживание контакта с соседями. Если на участок захаживает соседский пес, стоит поговорить с его хозяевами, объяснить ситуацию. Зная какой запах не любят собаки, можно скорректировать нежелательное поведение животных. Выше приведенные рекомендации помогут с этим справиться. Главное действовать в меру, чтобы не навредить псу.